хрюшки ой хрюшки чем хрюшки то как это изменить хрюшки так признавайтесь слышно видно есть подозрение что может будут какие-то косяки со звуком потому что давно не запускали трансляция идет качество отличное прямой эфир горит так ну-ка катя рассказывай слышно видно сейчас еще дима включится это было громко классно меня слышно видно это вообще с первого раза тут же просто стрим совсем по-другому запускается вот привет так рябе сразу говорите слышно ли теперь дима и если слышно то это потрясающие новости значит стрим сохраним никаких косяков со звуком нет 11 11 месяцев прошло после совместного стрима все не смотрел диму не слышно так тебя не слышно сейчас мы это будем чинить дима не слышно чтоб тут такого включить может тут надо добавить зум нет нет а надо вот тут добавить ну ка скажу что нибудь раз два три 4 5 6 вроде слышно теперь должно быть друзья привет поставьте плюшки раки наверное секунд 15 так что через секунд 15 узнаем починилось ли а ты мой экран не видишь да а ты можешь через трансляцию экран экраны видишь так через youtube ну да по идее но там задержка будет что-то будешь видеть что происходит на экране там-то звук народа ли о все класс подчинилась в этот раз я быстро вспомнил как починить все классно рассказывай зачем мы тут собрались что мы будем обсуждать что ты хочешь рассказать что хочешь спросить ребята если есть какие-то вопросы то задавайте вопросы в чатике потом поотвечаем да ребят всем привет очень рад что мы собрались лишь и наконец-то вот на на самом деле у нас как бы такой ярко выраженной темы сейчас ну мы не придумали и точнее как наверное захотели просто мне кажется что было бы интересно спустя 11 месяцев для нас легкой обсудить какие планы ли у нас на будущее чем сейчас мы заняты какие проекты были реализованы сейчас в работе и так далее потому что на самом деле ну с моей стороны есть чем поделиться потому что достаточно много проектов очень большое количество объем задач вот ну и соответственно конечно же большая загрузка по проектам балберис есть другие интересные проекты о чем тоже могу рассказать вот я думаю что лишь что же можно рассказать потому что целом очень хочется поделиться не только каким-то личным проектами но еще и поговорить о трендах о новинках о том что сейчас в мире дизайна и не только происходит опять же отвечать на все ваши вопросы какие прилетать поэтому целом обычно мы тему обозначали сейчас сделали наверное просто такой расслабляющий эфир который будет интересен всем кому не безразличен дизайн как-то так кстати я вижу да очень часто это прошу это последние дни прям сегодня и на бусте ну короче везде спрашивают что я думаю по поводу от этого этой нейронки новый которая генерирует интерфейса и в отличие от миджорни она генерирует ну прям действительно интерфейс а не картинки интерфейс а а ты не видишь только эти ссылку сейчас кино вот можешь открыть у себя посмотреть ну и интересно я расскажу что я думаю потому что я даже думал целый ролик записать но просто такие ролики записывать потому что они актуальны ну там не знаю неделю а потом ну как будто бы уже не актуальны и просто будет висеть ролик ради ролика который смотреть не будут поэтому сейчас расскажу смысле сегодня это первый вопрос и полетел сколько сколько я лет дизайне ну на самом деле очень давно я начал дизайном заниматься еще будучи студентом университета и это было 2006 году вот и до этого я еще рисовал всякие комиксы разукрашивала всякие интересные там тетради альбом и любил все это дело на полях рисовать таки оформлял тем газеты что уже говорил о моем познании кое-каком верстке и забери эти всякие стинг газеты не только университете но еще и в школе раньше вот готовил всякие кстати первые свои каллиграфические шрифты я как раз в школе по моему и делал просто красивым каким-то расписным почерком писал специальные там всякие то поздравительные это открытки то стинг газеты те же ватманы вот поэтому дизайне я ребята профессионально занимаюсь где-то с 2008 2008 года для так я громкость подкручивал поэтому но я буду говорить также но просто должно стать громче по идее все сейчас хорошо слышно про компоненты спрашивают ребзя слушайте я сегодня хотел ролик записать вот но просто сегодня у меня челюсть не поднимается мне до сих пор с утра еще анестезия не прошла после стоматолога и в общем я на завтра перенес я завтра запишу про привязки и а нет завтра я запишу второй ролик про библиотеку цветовую эффекты и цвета обводки это будет 28 ролик 29 будет про привязки с 30 ролика пойдут уже компоненты сложные компоненты супер сложные компоненты свойства компонентов авто лаяут по авто по короче по компонентам будет ролика 3 4 или 5 потом авто лаяут там тоже роликов много а потом переменные ну короче вот самый жир который надо для тех кто уже прокачался вот он сейчас по сути больше не все остальное уже рассказал вот поэтому будет много роликов про компоненты много роликов про авто лаяут а после чего этого будет очень очень много роликов про прототипы потому что было всего два ролика 16 и 17 прошлом курсе а теперь будет много всяких разных с разными примерами на темы вот так что ждите в общем все неинтересное как будто бы уже записано поэтому осталось самое интересное через два ролика пойдут компонентов то я вот прототип так что все будет вот что не за нейронка слушай ты дима можешь это тоже откроет там нейронку это вот значит смотрите есть нейронка новая которая генерирует интерфейса и вот спрашивают ну что я по этому поводу думал но если вы посмотрите во первых с хорошего начнем она в отличие от миджорни даже от 6 миджорни генерирует прям то что действительно можно назвать интерфейсом то есть действительно все стоит ровненько аккуратненько и как будто по сетке и отступ хорошенький и размер там читабельный и тексты прям ну читаются они так как ты делает миджорни и картинки ну прям ну короче видно что это прям интерфейс это хорошие новости и как бы на этом все потому что но если присмотреться то ну очень очень все простое ну просто фотка текст фотка текст и везде большая фотка текст большая фотка текст и фотка текст фотка текст ну короче все очень скучно и шаблонно вот и это я бы сказал что это не генерация интерфейсов а это генерация прототипов то есть для тех кто делает прототипы смотрите ребят в чем прикол когда человек разрабатывает прототипы он же проводит анализ он проводит анализ конкурентов он проводит анализ сайтов из этой тематики другие регионы смотрит он общается заказчиком выясняют какие цели то есть когда человеку поступает заказ на разработку интерфейса или прототипа сайта или мобилки неважно этот дизайнер в этой теме но не разбирается смысле в смысле в дизайне тонн разбирается но не разбирается именно в продаже конкретного товара и в этом шарит именно заказчик потому что это его бизнес он в этом далеко он знает что там у конкурентов есть чего не хватает чем он хочет выделиться и поэтому начинает все это разознавать у заказчика у его жены у маркетологов и они начинают обсуждать и делать первую итерацию потом заказчик смотрит и вторую третью и в общем вносит правки 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 много это все на этапе прототипа выясняется разрабатывается чтобы это стало удобным и решала именно проблему заказчика чтобы бизнес у него начинал работать вот а тут картинки просто картинки ну в плане вот нужен был календарь человеку сделать дашборд админ панели с календарем на тебе работает ли он правильно а нужно ли вообще второй календарь а нужен ли диапазон а нихрена этого не понятно но естественно если ты в запросе напишешь нужны люди по короче эти картинки это просто картинки это без выяснения без анализа без просмотра каких-то риф и без просмотра сферы деятельности без ответов из брифа это просто картинки и поэтому это картинки которые дизайнером точно не помогут ну в смысле дизайнером смотрите эти картинки помогут знаете кому как вот мы ролик делали 2 брали два экрана отрисовывали мобильного приложения подкаст вот по сути это будет лучшая история потому что там мы брали что-то не поймите от миджорни а тут будет аккуратно то есть можно нагенерировать например штук 5 или там 10 на 10 много в этом не осилить и терпение не хватит сравнивать 10 штук на генерировали например пять каких-то экранов на одну тему или там пять ну просто страничек на одну тему и просто создаете свой 6 вариант то есть на основе вот этих штук можно делать что-то себе для портфолио например 5 штук и сгенерировали а потом просто берете и что-то среднее например смотрите какой был тут хедр какой был тут хэдр какой вот там был хейдр если где-то там есть поезд кто на 3 из 5 это вы решаете наверное вам тоже нужен поиск если где-то там логотип был на 3 из ну короче делаете то что сделаю на в большинстве истории этих вот если там был какой-то большой баннер на всех то и вам скорее всего нужен тоже большой баннер то есть вы берете и делаете что-то свое среднее то есть эта штука поможет вам в плане контента они в плане дизайна вот и это поможет только новичкам наполнить портфолио не более того как мы это делали с миджорни а ребятам которые ну уже делают проекты за деньги как проекты которые должны решать проблему или задачи конечно это ну шляпа полная потому что это просто ну на основе каких-то картинок но миджорни ой миджорни этой нейронки с кормили кучу всяких разных картинок в большом количестве она просто тоже что-то среднее выводит но она аж не читает это за никакого не решает проблему она просто что-то что подходит по запрос попросили календарь на эти календаря а какой он там нужен а не нужен ничего не понятно вот поэтому эта история еще знаете кому поможет в общем она поможет новичкам быстро нагенерировали несколько штук и сделали что-то среднее и вот эти хорошие там свой вариант не копипаста какая-то а именно свой вариант для портфолио а во вторых эта история поможет именно тем кто разрабатывает прототипы потому что одно дело сделать самому прототипы все выяснять то есть заводить все элементики все это создавать а другое дело вот эта штука поможет людям которые делают прототипы как-то уже раскидать элементы потому что когда берешь от заказчика инфу она будет текстовая вот текстовая инфа клёво воспринимается именно визуально поэтому когда прототипист увидит как бы вот это вот можно было расположить тоже посмотрит несколько средних средних рефов возьмет что-то среднее посмотрит какой контент приехал от заказчика и на основе вот этих вот расположенных элементов сделает то что нужно именно заказчику и потом отдаст это уже на дизайн и какой-то уже другой дизайнер или может этот же человек будет уже это все наряжать и разукрашивать так что в плане того что вот пишут что о классная нейронка уже делает готовые дизайны но во первых они супер скучные ну в смысле не то что скучно они супер простые но просто текст картинка текст картинка там в две-три колонки и все не бегущих строк не красных строк ну короче ничего интересного ничего даже вот если по внешнему виду посмотреть это все но супер как как всегда без какого-то изюма и просто ну короче визуально это скучно но в плане для новичков это поможет конечно брать что-то среднее и наполнять портфолио и для прототипистов тоже поможет какой-то контент расположить вот такое мне мнение ссылку вам скинуть и не знаю что-то долго говорил вообще там стрим это идет еще я ссылочку кидал выше кидал хорошо там просто ребята которые интерфейс а тут можно переключить только что поэтому что не видели на тут говорит что мобилки нужно переключить и мобилка похожи на мобилку то выпнул супер шаблона большая фотка маленькие фотки большая маленькие большая короче ничего интересного да аккуратно до текста читаются да в отличие от major не это действительно можно назвать и интерфейсом но блин она тебе в работе точно не поможет поможет только с контентом когда ты хочешь сделать какой-то концепт и у тебя белые листы и ты не не сам не понимаешь откуда брать концепты не понимаешь что тебе нарисовать текстовый блок или фотку просто сделал несколько вариантов взял что-то среднее и ты уже понял о у них графики поэтому мне тоже надо изобразить график и пошел делать свой график такие дела возможно если бы сюда завезли что-то ну современное какие-то там фишечки типографские типографические там кита ну всякие разные то возможно это бы как-то повлияло и то не факт просто аккуратные скучные картинки с читаемыми текстами такие дела а ты что думаешь дима я считаю ну я вообще по большей части работаю с такими вещами на фрилансе а внутри потому что например у нас огромное количество команд огромное количество продуктов мы делаем различные истории как с точки зрения простых решений да так и с точки зрения внутренних полноценных интерфейсов которые решают определенные задачи то есть это не просто взять сделать действительно простую какую-то красивую картинку это действительно продуманный полнофункциональный интерфейс который отвечает за огромное количество данных массив данных которые подгружают данные исходя из вопросов тех же самых менеджеров которые им пользуются например у нас есть целый раздел электроники так называемый вбл у него есть направление раз есть целая команда которая этим занимается есть внутренняя система которую мы разрабатываем и есть другие многие внутренние системы которые просто здесь вот плане каких-то шаблонных решений на просто дизайнер даже вдохновение не найдет потому что они настолько здесь нелевантных плане не помогут ничего сделать то есть там именно компонентная такая большая работа или например интерфейсы которые помогают работать с складским сотрудникам да то есть по полкам еще каким-то параметрам да там огромное количество компонентов огромное количество всяких полей сортировки чекбоксы выпадающие списки это ведет к этому это ведет к этому а если ты хочешь отфильтровать а это а если есть например роли различные так далее но это больше внутренние сложные интерфейсы я думаю что не все дизайнеры во первых с этим любят копаться да кто-то любит все-таки еще красоту наводить потому что есть прям вот веб-дизайн веб-дизайн который прям ю икс прям в чистом виде там графики вообще практически нет вот но там с точки зрения адаптивов и с точки зрения компонентов и сложных каких-то решений да но есть больше клиентская история вот у нас есть например приложение новое мы сделали большую работу проделали полгода назад вообще ничего практически этого не было мы делились за большой дизайн у нас буквально на глазах за полгода вырос дизайн веб-цифровой то есть цифровой контент для ну опять же для всех желающих поставщиков цифрового контента там можно смотреть все что угодно вот покупать ключи кстати там сонька и так далее для ребят особенно это будет очень актуально дело не в том дело в том что мы взяли за передизайн на андроиде приложения клиентского и соответственно мы с нуля начали это все выстраивать и поэтому вот в этом плане какие-то подобные вещи они помогут хотя бы на первых этапах просто понять куда ты хочешь и чит там вел запросы тебе предложил но действительно и это тоже как бы с точки зрения твоей насмотренности если у тебя она и так развита то ты в любом случае по рефам очень спокойно можешь любой интерфейс мобильный или не мобильный отрисовать потому что тебе важна сетка тебе уже на структура тебе нужна какая-то база элементов опять же идешь бизнесу начинаешь спрашивать дефоваться т.з. то есть у нас есть проект помимо цифрового у нас есть фб travel у нас есть фб гуру есть опять же академии и так далее то есть очень много всего помимо там всяких порталов наших продавцов и так далее вот поэтому в целом когда мы говорим про клиентскую часть еще более менее можно как-то ориентироваться на эти реку да но они настолько действительно примитивные если здесь соглашусь что элементарная насмотренность вам больше даст по референсам того что есть в интернете и тех проектов которые есть потому что с дизайна на самом деле сейчас по проектам которые делают бренды большие то нормально будь то финансовое приложение будь то опять же и игры музыка фильмы не знаю афиша любой сервис по заказу там билетов или каких-то услуг то это в огромном количестве мы можем посмотреть у прямых конкурентов у там других брендов поэтому как бы для начала может быть но мое личное мнение что надо рассматривать готовые продукты потому что они дадут вам больше информации о том как продукты строим по нему можно по кликать поклацать походить как выпадающие списки шторки всякие тогда туда перешел это выбрал категорию выбрал провалился сортировку сделал да если там marketplace делаешь то там соответственно вообще огромное количество всяких сценариев что целом здесь я думаю будет не так уж прям предусмотрено подробно но опять же каждому свое если это вам поможет развивать насмотренности или поможет вам как-то решать свои задачи пожалуйста но по большей части здесь очень похоже на какие-то такие минималистичные шот из дрибла которые не рабочие проекты вот нежели на действительно что так что вам поможет ваши продуктовые деятельности спрашивают а какими нейронками пользуетесь тогда если вот это не очень что-то используешь в работе нейронки в плане или вообще в принципе ну но если но вообще 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 у шаттерстока есть нейронка у нас просто есть лицензия и они взяли и внедрили и и в свой продукт вот и там принципе то же самое что и на джерни можно делать вот с другой стороны я просто как бы на приверженность того чтобы то что нейронки они не особо помогают в именно продуктовой работе одно дело когда ты просто на фрилансе что ты делаешь другое дело когда у тебя продукты когда у тебя графические дизайнеры есть если что-то отрисовать надо веб-дизайнеры есть если что-то там с точки зрения интерфейса тогда же то есть команда у меня большая она сейчас пополняется я даже ищу сейчас людей в штат вот потому что действительно рук порой не хватает проектов очень много я кстати недавно себя на канале выложил постом просто вот было интересно сколько людей как по каким специальностям на меня подписаны и предложил заполнить анкету которая портфолио понятное дело да но на мое удивление там за три-четыре дня там где-то 90 заявок было насколько помню и я до сих пор этот список иногда открывают он пополняется у меня люди новые там приходят да я открываю и я уже несколько людей трудоустроил то есть в команду я взял графических дизайнеров и еще ищу потому что действительно работы очень много поэтому если ребятам будет интересно я знаю что у тебя учится достаточно много толковых ребят и смотрят тебя вот поэтому всегда хорошие кадры они нужны поэтому если будет интерес то бегом туда и заполняйте заявку рассмотрю обязательно вот поэтому что касается в телеграме выкладываешь ну я там прикрепил соответственно форму куда можно написать и закрепи заходите подписывай да спасибо дима там выкладывает вот поэтому я там пущу как раз по большей части какие-то этом проекты внутренние и внешние и ну свои которыми я занимаюсь по большей части вал дали си соответственно по трудоустройству тоже есть варианты вот а по поводу опять же неронок я не знаю вот честно я им пока применение не особо вижу на своей работе потому что все перед с ручками рисуется огромное количество дизайнеров у нас больше 120 дизайнеров уже vb разрослось по разным проектам и в целом никто нейронками вот так вот каком-то продуктовом дизайне не пользуется поэтому здесь по большей части отвечая на вопросы постоянно же сыплется вопросы заменят нейронки в ближайшем будущем людей как показывает практика именно продуктовая практика не фриланс практика пока нет то есть нейронка не может готовить макеты к печати нейронка не может делать классные афиши плакаты с типографика крутой придумывать логотипы если бы графический дизайн но если веб-дизайн то опять же сложные интерфейсы компоненты все вот эти вот нюансы помимо просто какой-то красивой дробловской картинки нейронки пока не умеет делать подождем посмотрим может быть это изменится может быть через пару-тройку лет мы увидим действительно какие-то суперские решения которые там кнопку нажал одну прям фигмите нарисовала по компонентам разглажила вот и замечательно смотрел как у нас там стрим оформлен был но чтобы вспомнить как его это оформить чтобы глюков никаких не было и как раз там слышал что мы обсуждали вот 11 месяцев назад по поводу того что появится кнопка в фигме которая сделает автолоялт и что дизайнеры останутся без работы но кнопку добавили теперь мы можем врапать какие-то элементы на другую строку переносить без работы не остались работа меньше не стала вот заказчики попросили сами фигме ничего не делают поэтому так боялись так боялись это волшебно вернее я боялся я не знаю как остальные я прям очень сильно переживал кнопка появилась ни хрена не изменилось так что и тут хайп на нейронки в декабре был очень сильный том ноябрь октябрь декабрь а сейчас уже как-то все по утихло а так погодите тоже год прошел погодите это в этом декабре был или в прошлом сейчас же не этот катка должен был прошел меня будет прошел но декабрь же совсем ну смотрите уже год прошел хайп этот утих и все и как бы ну нейронки нейронки просто обычный инструмент который помогает дизайнерам с контентом а не оставил дизайнеров без работы на данный момент это просто генератор контента вот генератор изображения генератор текстов вот каких-то идей но без работы мы не остались так что переживать пока нечем да и тем более опять же я же вижу как дизайнеров набирают то есть дизайнеров не хватает и это действительно показатель то что компании сейчас активно набирают дизайнеров и работают и становится все больше и больше особенно если это говорить ну я же понимаю что у тебя по большей части аудитория это и виксовая до веб-дизайнеры вот но не хватает всех не хватает и в том числе и хороших 3d-шников хороших мошенов хороший график граф дизайнеров да которые специализируются тоже дробятся на там дизайнера брендинга идентика хорошие классные постеры типографика вот действительно не хватает графических дизайнеров потому что все ушли в одно время в и перестали просто развивать это направление том виде какого она была до вот этого и и иксового бума потому что типа там зарплаты выше и так далее но сейчас бренд дизайнеры очень ценится особенно с учетом того когда компания начинают осознавать что такое бренд платформа что такое чар бренд что такое внутренне корпоративная культура что такое мерч что такое опять же какие-то корпоративные истории и они взаимодействуют то есть графические дизайнеры сейчас не работают обособлено они работают в команде с иксовыми дизайнерами работают команде с веб-дизайнерами и зачастую задачи очень перекликаются потому что когда команда большая и когда команда там концентрирован на развитие какого-то направления ну давайте возьмем эйчар бренд для эйчар бренда что нужно очень много шаблонов нужно делать например эйчара сейчас обучаются точнее многие уже знают что такое фигма и мы например для своих и чаров делаем шаблоны фигме чтобы они офферы например либо какие-то письма делали встали в со сами в фильме то есть через автолей аут и просто все это выстраивается они пишут текст они заходят туда и как бы выгружают это в pdf и соответственно отправляют кандидатам то есть дошли уже до такого вот что касается презентации что касается различных шаблонов под соцсети огромное количество пиар активности стратегические коммуникации обучение внутренне внешне например у нас огромное же обучение строится не только внутренне как для сотрудников так еще и там сейлеры правильно валберс огромная площадка вот и помимо того что представлены там в россии мы развиваем регионы и и огромное количество людей должны получать эти материалы откуда не будет получать все дизайнеры не нерванки вот поэтому все это ручками делается шаблоны тоже должны делаться дизайнерами поэтому графические дизайнеры сейчас достаточно ценятся и я вам скажу что они уже догоняют а может где-то и перегоняют их соровы в плане востребованности но и плюс понимание бизнес-процессов она тоже должно строиться на определенному на определенном уровне то есть не только и все вы дизайнеры думают как сделать там для целевой аудитории что-то интересное как там до решить проблему графические дизайнеры в том числе но и к слову и конечно если говорить про твою целевую аудиторию далек то есть те кто у тебя обучается я тоже считаю что я юкс дизайнер это тоже большое количество потребностей именно думающих специалистов потому что приходят вроде бы знают фигму вроде бы умеют в авто я вот и вроде бы умеют там компоненты создавать а на деле пшик то есть сколько я вот собеседую ребят очень многие которые себя считают медлами а на самом деле имени являются по качеству то есть у них отсутствует элементарная какая-то база понимание того как строится композиция сетка опять же насмотрелись до каких-то роликов в интернете вот не пошли учиться к лёши бычков вот и выходит результат а вот от лёши всегда хорошие дизайнеры приходят слушай собеседование или только говоришь вот надо конечно пополнить конечно ребятам я спрашиваешь и на что смотришь но на данном этапе у меня практически каждый день собеседования особенно x-овых специалистов и тех причем достаточно сильных ребят недавно мы собеседовали сильного специалиста из одного известного банка он тоже рассказывал ну вообще вообще такая сейчас тема что очень часто дизайнеры не могут показать свой портфолио потому что она все под идеи да вот но я на самом деле думал такой интересный фокус когда дизайнер просто в онлайн формате по сути проходит тестовое задание то есть ты говоришь дизайнеру так окей хорошо ты вот умеешь что-то то-то то-то все-то пятое-десято так давай по насмотренности открывая демонстрацию экрана да мы там зуме либо в мите либо где-то еще там встречаемся вот открывай демонстрацию экрана и давай показывай что ты умеешь ну то есть ты можешь открывать фигму ты можешь открывать там беханс показывать какие-то наработки насмотренность пинтерс не знаю давай посмотрим вот у меня есть там даже там кусок какого-то интерфейса давай посмотрим как его можно улучшить то есть прям в онлайн формате можно человека сразу просто бесит если уровень не такой прям высокий да то есть как бы человек то может потеряться где-то и так далее ну и принципе может показать свои работы то есть целом я всегда спрашиваю да про насмотренность про опыт почему ушел либо ищет место работы смотрю по резюме соответственно не скачет ли кандидат с места на место потому что мы всегда ищем принципе на долгосрочную перспективу потом что им интересно куда он хочет развиваться потому что если дизайнер не понимает этого он плавает и я понимаю что дизайнер не целеустремленный у него там семь пятниц на неделе у него нет четкой цели а если дизайнер действительно понимает свой рост и тем более задает этот вопрос какой у вас грейд роста как у вас организовано да там как бы либо дизайнеры например важны какие-то там каждым особенности организации пример он только через таз менеджера работает например либо постановка задачи через там project либо через зардела либо как у кого и как там скажем макет и утверждать как у него с разрабами на каком уровне то есть это все очень важно и целом ага так часто дима перезайдет там 40 минут лимит сейчас перед созвонимся сейчас он ссылку пришлет новую подконнектимся так всем привет столько знакомых аватарок и имен с 14 из предыдущих групп хочу это вы домашки не делаете а на стриме сидеть не понял не понял поэтому мне теперь надо самому ссылку сделать ничего себе новая конференция так ребят слушайте я первый раз тут в зуме сам конференцию я вообще в зуме второй раз сейчас я разберусь как диме ссылку скинуть и и дима вернется что вставлять сюда вставлять а что вставлять демонстрация реакция приложения доски как ссылку ему отправить он нашел все нашелся дима вернется сорянба первый раз в зуме что-то создаем вот и дима 10 минут это наверно если один и тот же создает а теперь я сделал для ты скину ага привет еще раз вот но у нас как говорится на самом интересном месте да у нас просто с лёхой было много разных попыток сконнектиться но почему-то именно зум работает безотказно вот мы пробовали через другие всякие инструменты у нас кстати есть еще свой стрим надо будет потестить вот но пока что решили через зум чтобы не экспериментировать но так как зум только 40 минут поэтому небольшие неудобства вот так на чем я остановился тут были какие-то вопросы расскажи смотри вот фигме смотришь ли ты компоненты варианты автовая вот переменные и как ты это смотришь ну вообще то есть вот человек сказал да я пользуюсь компонентами как у нас например домашка с дашками где много графиков а потом открываешь домашку оказывается то есть это в режиме контур нажимаешь а вот давайте слушать у меня что-то это экран расшарен сейчас вот прям хоба смотрите фигму открыл дима тоже видишь да сейчас я быстренько захожу в дискорд 14 группа сейчас кассе ты получишь мама я в телевизоре вот смотрите хотя может она уже исправила она вряд ли а да она не исправила потому что ссылка себе скопировал вот смотрите например человек говорит я пользуюсь компонентами да то есть вот визуально как будто бы а погодите не разломано мне погодите это не классе значит было ну ладно представим что вот в этом макете чего горит вот я пользуюсь компонентами да и вот и в режиме контур хоба и все фиолетовое но на самом деле если открыть свои то оказывается что человек просто взял и вот этот блок ну не конкретно в этом макете а тут в судя по всему нормалек да все да тут как будто бы разбито не он просто берет внутри вообще ничего не за то есть нет вот такого что вот это один компонент это второй то есть нет такого что он повторяющийся элемент за компонентил и размножил он просто берет и нажимает bubi ну то есть и теперь вот это вот все лежит в мастере а в режиме контур в кажется что это фиолетовое и она такая а я пользуюсь компонентами и как будто бы вот если в слоях не разбираться то есть не тратить время на вот эти вот поиски а как у тебя там что на самом деле в слоях то как будто бы действительно человек пользуется компонентами а на самом деле она просто bubi нажала вот на это наверно было не кассе кто-то другой был потому что вроде нормально да вот видите тут вот каждая линия она отдельным компонентом а если ребята которые просто берут выбирают блок нажимают bubi и он теперь в режиме компонентов фиолетовый и как бы не прикопаться ты говорил компонентами пользоваться я пользуюсь давай ставь мои звездочки вот вот ты как-то проверяешь вообще ну и смотрю что ли вообще на это ну если мне нужно прям досконально проверить тоже имеется я могу просто про не стать те самые макеты открытый режим рентгена опять же посмотреть все вкладки и так далее то есть ну все что как бы как на каком уровне умеют так так и делаю по большей части я же не супер практик плане там до x-овых задач все-таки ордер больше поэтому как бы на каком уровне умеют так и провели если мне нужно что-то более существенное просто зову вторых ребят они могут проверить прям чека насквозь вот для трусов вода с просканировать но как правило такое не нет не требуется знаешь почему потому что всегда есть тестовый период то есть сразу понимаешь на что человек гораздо первую неделю если ты выводишь особенно выводишь его на гпх например на самозанятость да то есть если тебе нужно его проверить если ты понимаешь примерно какой перед тобой специалист или он показывает это делом то так и все и тут проблем не возникает как правило это сразу видно то есть даже проверять не стоит потому что чистота аккуратность макетах одно дело когда мы говорим про женов или про там скажем претендующих на медлов другое дело когда это уже действительно такие полновесные полноценные специалисты которым не надо ничего доказывать плане своих карт навыков вот сов навыки могут проседать вот я об этом тоже очень часто спрашиваю на собесах потому что hard навыки может быть могут быть крутые а еле мямлет например человек на собесе или там не знаю как то может быть агрессивно настроен либо пассивно настроен либо опять же как-то там не знаю свои интересы продвигая до денежные или еще какие ну вот либо неаккуратность какая-то проявляется там текст тексте ошибки сразу это видно поэтому в целом здесь надо смотреть кто перед тобой на какую вакансию еще подключается не только я разумеется еще и программа проектная команда наверное тем литра заработки нужен там скажем project они задают свои вопросы своей колокольни очень часто я собеседую ребят в просто другие отделы то есть них себе в команду а скажем в свое функциональное подчинение либо например помощь например дизайнеру который уже есть и просто помогаю его действительно просто бесить на предмет его профессиональных навыков в принципе потом пообщаться с командой подойдет он или нет вот поэтому в этом плане да это все интересно тут был комментарий кстати что я рассказываю интересно но интересно полезно было бы узнать чего начинают свой вход в профессию необходимый минимум хард скиллов как искать стажировки все такое но опять же если как бы говорить про то что мы делаем да то вы недавно выбирали стажировку причем она была оплачиваемая стажировка мы отправляли на известные площадки по найму вот ребята делали тестовые задания мы отбирали у нас будет разделение потом на графический дизайн и на их совую часть и соответственно вот я уже провел несколько лекций внутри валбрис это я имею ввиду с возможностью трудоустройства именно у нас то есть мы специально взяли такой набор студентов но их специально отбирали и его сейчас слушатели выполняют домашки тоже ну и с возможностью трудоустройства большой компании то есть мы сейчас пробуем разные форматы и целом такие вещи надо просто отслеживать кто-то идет скажем целенаправленно стажироваться и хочет устроиться в компанию кому-то это просто интересно у нас много слушателей на самом деле мы набрали то сейчас уже набор закрыт понятно что может после после до прохождения второй поток будет но в целом опять же надо просто за этим следить если еще до другие какие-то моменты ну как куку куку какой ход на какой список хардске лов можно здесь посоветует помимо фигмы помимо тогда знания всего того что мы обсуждаем я думаю что в любом случае вам нужно показывать какие-то результаты именно точки зрения того какую пользу вы будете приносить компании ну вы в каком-то который вы хотите устроиться потому что когда вы там выполняете тестовое задание либо опять же вы не соответствуете уровню своей работ в портфолио тестовое задание у вас будет гораздо хуже разумеется у вас шансов устроиться на нормальную работу будет не так много вот поэтому всегда советую тестовому заданию относиться очень серьезно потому что я свою бытность дизайнером сделал их тонну и много раз я получал достаточно много положительного от этого даже никогда ну когда не всегда проходил до по этим тестовым заданием брали кого-то другого но когда я старался мне это шло в копилку и я мог этим воспользоваться следующий раз вот поэтому у меня вопрос интересный как-то меркал частенько смотри вот тебя 1 вакансия и два человека один разбирается в вариантах в компонентах в переменных авто лояутом в своях порядочек ну короче технически просто очень очень подкован и делает идеальные макеты для верстки ну в плане именно техническом но макеты все такие ну простенькие вот какой-то и нейронки которые сегодня открывали просто короче как будто бы ну без изюма без ничего просто ну просто и просто вот а второй человек наоборот делает вместо сайтов открытки все такое яркое интересное асимметрии всякие там современные типографические штучки дрючки вот но например по сетке поставить не может в слоях у него там квартира хованского варианты вообще не используют там фиолетового в макете просто нету но зато все такое яркое кричащие эмоционально то есть ты заходишь и прямо понимаешь о эмоции вот но и при этом это же не просто открытка которая но не решила задачу клиент то есть это действительно сайт это действительно там текста есть там кнопки и формы то есть это действительно можно этим пользоваться но просто она не скучная не шаблонная она реально креативная вот может быть даже чересчур креативные но при этом человек технический бездарь ну то есть но вообще не умеет техническая ну никак ну не его это не то что не умеет может она умеет но не его и может ему лень может еще что-то вот кого бы ты взял если одно место едва совершенно разных человек тут надо смотреть что за место то есть и для чего это надо бывает так что я где-то даю знаешь ну так скажем авансом человеку человеку даю возможность попробовать себя на какой-то вакансии да на какой-то на каком-то участке я вывожу и пробую его например он не полностью меня устраивает да то есть я вижу что человек где-то проседает но так как я тоже люблю преподавать я люблю подтягивать уровень специалиста под себя я например делаю как то есть я могу где-то скажем сделать послабление его какому-то скилу да но при этом я понимаю что у него вот этот скилл например мне поможет там решать определенные задачи а вот то что у него послабее я подтянуть могу вот я могу таким образом поступить то есть я вообще если говорить быть на свою начальника руководителя отдела дизайна я никогда не брал звезд но не брал готовых специалистов которые проводят готовые там студийный например опыт какой-то да либо продуктовый и так далее это сейчас уже мы имеем возможность да там взять повыше уровень там милл милл плюс сеньор да уже под конкретные задачи потому что некогда просто их обучать нужно ну бабки зарабатывать нужно продукт развивать нужно на ценность пользу приносить но мой подход таким и остался почему я внутри также развиваю своими усилиями тоже усилиями команды которые развивают например тот же веб-працисс до воды академию вот мы берем студенты стажеров и так далее потому что мне это нравится я считаю я я вижу от этого толк потому что молодых голодных специалистов голодных до успеха голодных до знаний очень много ценных кадров бывают потом выходят которые приносят компании действительно большой большой прибыль вот в виде готовых макетов виде заработанных денег на этих проектов виде того что на них сильно не было потрачено много ресурсов и они как бы растут вместе проектами это очень кстати показательно когда внутри большие компании такая как вау были например да и другие очень много стартапов то есть я всегда даже стараюсь к этих стартапов принять участие потому что это это же очень круто когда ты внутри огромного известного продукта развиваешь что-то неизвестное но при этом у тебя нет такого большого количества ресурсов это просто не выделяются ты должен доказать чтобы эти ресурсы выделялись именно поэтому ты набираешь стажеров ты набираешь опять же только не только дизайнеров но еще и разрабов до project все это курируется дела мы обсуждаем развиваем продукт развиваем проект и только по процессе какого-то времени там несколько месяцев полгода год когда ты показываешь результат и ты тут раз так прибыль так это дал да вот например тоже цифровой и так далее так и тогда когда там уже команда разрастается когда ресурсы выделяются ты думаешь ёлки-палки на мы начинали начинали тогда с двух стажеров и полтора земли копа вот поэтому в этом плане как бы отвечая на твой вопрос смотреть надо подпроект кого-то берешь и соответственно можешь ли ты взять например полноценного специалиста который покроет все твои задачи да все твои потребности либо надо чем-то жертвовать и кого-то подтягивать либо например брать сильно выбрать ему там пару джуна например или стажера чтобы он тоже развивался как тим лид да чтобы под свое крыло брал меньше моих ресурсов например жёг и соответственно вел как бы свою работу с этим стажером делал больше задач и отчитываться перед передо мной перед проектом о проделанной работе сейчас я еще опрос такой сделаю как создать то чего не создается ладно мы тогда в чате что-то не хочет он создаваться а вот наконец-то куда она вылетела так тебя там есть какие то вопросы я в инстаграме вопрос не опросник создавал а теперь я не понимаю как его открыть я вот нашел эту историю три дня назад я создавал а не понимаю как открыть окошко с вопросами вроде и телефона зачитать да хотел посмотреть что ребята хотели чтобы мы обсудили а короче блин что-то не открывается статистика видно просмотры видно там взаимодействие видно количество открывших видно блин а вопросов не видно хотя вроде не дурак а не могу понять как открыть то есть такие вещи индивидуально для каждой компании ну конечно компания разные бывают компания которые скажем так у них есть свои особенности есть вертикальное подчинение есть горизонтальное подчинение у нас где-то больше свободы меньше бюрократии где-то наоборот то есть целом ребят я просто делюсь своим опытом да может быть у кого-то он другой вот я просто вал были сработали 2015 года и на моей памяти были разные этапы подходы к работе к работе с разными специализациями в том числе и дизайнерами когда-то густо когда-то пусто сейчас понятное дело что компания переживает свой расцвет и огромное количество специалистов к нам выходит и о чем я конечно же рассказываю потому что многим из вас было бы это интересно я уверен вот и о тех проектах которые мы ведем и в целом как компания себя позиционирует как развивается поэтому очень много просто как бы за рамками да то есть вы видите там что-то питается но есть возможность как раз вот через наше общение там с лёшей эфиры наши поспрашивать именно внутри нотарианке да то есть мы действительно меняемся у нас сейчас огромная работа по ребрендингу всех наших проектах и основного в б и все что я рассказывал я просто не буду вдаваться подробности потому что речь по большей части не об этом да вот я больше хотел так скажем пообщаться через призму своей своей занятости больше принести какую-то ценности именно для вас да для слушателей потому что целом сейчас наверное остро стоит вопрос трудоустройством развития с каким-то грейдом у меня очень много на самом деле дизайнеров которые ну с которыми я там общаюсь дружу вот и в целом все одно и то же говорят да что очень 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 сейчас хочется там действительно развиваться даже те кто трудоустроены очень часто звонят и спрашивают совета профессионального какого-то да либо личного вот как куда чего причем огромное количество направлений да то есть даже веб дизайн возьмем абсолютно разные проекты абсолютно разные подходы команды вот кто как работает как только как организовывает свою структуру и подход к работе поэтому здесь очень много нюансов поэтому да отвечают на вопрос из комментарии что у каждой компании особенно большой крупной которая действительно занимается наймом стажеров скажем джунов медлов ну вот и выше есть свои подходы и почему-то зависит не только от скажем от подхода как бы общепринятого но еще от команды команд в частности да зависит от тем ли да который набирает поэтому я общаюсь со многими нашими чем лидами и знаю что у них очень разные подходы к набору сотрудников к развитию сотрудников так далее я конечно стараюсь дизайнеров развивать давать им полезную обратную связь где-то сам ручками что-то показывает через рельефы через фигму через развитие насмотренности опять же через какие-то стримы и все это да тоже у нас есть вакансии твои не все в Москве или удаленные есть спрашивают уже удаленные есть у меня дизайнеры есть работают вот да кстати девочку трудоустроила значит барселоне живет вот одна в волгограде есть ребята из питера вот у нас на самом деле огромное количество офисов то открылись у нас почти каждом уголке москвы вытепили офис особенно в центре с видом на кремль очень красивый и есть офисы другие но питер есть вот тоже там очень классная комьюнити ребята рады вот есть что фис в еливане ну и так далее ну что какие у нас тут результаты у меня скрыто не видно ну вроде 70 человек хотят взять того кто компонентами пользуется и вот этим всем of the layout и чем человека который ничем не пользуется но зато у него креатива хватит на всех сразу ну вот я бы тут немножко уточнил а как твой креатив будет обуздан с точки зрения смысла ну то есть креатив креатив вроде то есть он чтобы это просто идеи будет подкидывать и реализовывать их не будет технически не пациент у него макета действительно выглядят не так как остальные то есть они такие эмоциональные крупные типографика всякие там фишечки современные вот но при этом в слоях не разобраться в сетку не попал сетки в принципе нету компонентов нету то есть поддерживать макет не получается вот а другой человек наоборот все делает по фэншую но получается простенько местами может даже скучно и безлико но зато все по фэншую ну креативщики тоже нужны паролью потому что очень часто встречаешь когда человек чисто такой технар но шаг влево шаг вправо тяжеловато дается поэтому скорее всего нужны оба они должны как-то уравновешивать друг друга с другой стороны есть люди которые и там и там балансируют то есть и креативно хорошо подкованы и технически тоже поэтому на кого попадешь то есть как бы тут понятное дело что сложно найти ты про звезду которая будет тебе все делать но зачастую это просто два отдельных человека один привык более технического тока более прагматичный до более такой выверенный а второй и более так скажем такой который может что-то предложить нестандартная и они друг друга вы навешивают у тебя есть выбор вот и на бальфование тоже это очень хорошо работает да вот так что только говорится да под проект под задачу что конкретно надо говорят чтоб я ответил конечно ребята я бы взял того кто все делает по фэншую потому что то что он делает скучно это просто временно у него просто не хватает насмотренности у него просто мало проектов было но он уже 1 2 3 5 10 проекты уже делает сразу и четенько классно в его проекте удобно находиться и другому дизайнеру и верстальщику и заказчику и там проект-менеджеру и копирайтеру и тестировщику все заходят понимают где что быстро разбираются и легко поддерживать вносить справки естественно этот проект в плане поддержки масштабируемости очень приятный вот а то что он скучный ну так это оправки внес например человек сделал и получилось скучновато ему говорят там проект-менеджер если это в офис или там кто-то ну кто-то в офисе по поможет ему навести марафетика скинет ему каких-то рефов или скажет иди покопайся поищи все классно надо просто сделать чуть современнее это временно а если человек вообще ничем не пользуется игнорирует сетки не наводит никогда в порядок в слоях там полностью забивает на всякие удобные авто лояуты я кстати затоплю за подход что авто лояут не надо везде использовать то есть им надо пользоваться напихать авто лояут просто ради авто лояута ну типа чтобы был я наоборот за это ну всегда там на обучении ребята получают по ушам вот за всякие лишние контейнеры все остальное вот но если человек этим не пользуется то это не временно это у него стиль такой это у него но отношение такое его уже не будет не заставить то есть если он и будет что-то делать то это уже будет не хотя это уже будет через силу это совершенно другое отношение то есть если 1 сделал скучно он просто не знает как сделать нарядно и это временно а второго это уже не лечится это уже отношения ему лишь бы было вау и все а то что там потом не пойми как и чего найти в этом макете что пользоваться невозможно что поддерживать невозможно это его не волнует ему главное чтобы креатива была через край вот и это уже не лечится это но это уже такое отношение вот он считает что не его это наводить порядок стиль жизни у него наверное и ну и в жизни такой же порядок как и в макете ну в плане все валяется не убирается и все остальное поэтому естественно набрать первого и время пройдет и он тоже будет делать классника и нарядно и интересно а второго тут только если заставить а если ты человека заставляешь короче человек должен получать удовольствие а не делать что-то через силу если он через силу там сетку делает в слоях там что-то меняет местами фиолетовый заводит через силу то конечно кому такой дизайнер нужен но это мне вопрос дима скажи насколько часто вы нанимаете дженов как я вижу сейчас большую компанию часто нужно взять человека сразу на продукт чтобы он за он борился за месяц и погнал на дженов нет времени ну прям уж за борется за месяц это вы прямо это много времени взяли за два дня за он борился вот это вот тогда да как раз джун должен за он борется за месяц понимаете здесь опять же еще раз говорю зависит от конкретного проекта то есть дженов может набрать например более опытный специалист ну к примеру вот есть проект до работает дизайнер у него приложение ну например давайте возьмем там финансовое приложение внутренние до которые сейчас у нас опять же по либо внутренне либо внешне вот баланс да какой-то финансовый ну и соответственно человек просто фигачит 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 сильный дизайнер ну и в какой-то момент приходит и говорит ну я реально не справляюсь потому что но огромное количество заказов и задач вот и как бы темнит это видит чем это что говорит давай я тебе возьму пару там двух дженов ты их подучишь соответственно нас просто как бы нет возможности взять тебе еще полноценного дизайнера ты возьмешь двух дженов подучишь их например и будешь им например скидывать какую-то ну работу который ты просто но отнимать у тебя много времени да и опытный специалист будут просто распределять эту текучку вот в таком случае это очень даже распространенная практика то есть если скажем такое есть то можно очень легко найти работу именно в хорошем проекте в продукте и параллельно учиться да то есть у своего ведущего дизайнера учиться навыкам профессиональным и вопросы задавать и постепенно брать все более более сложные задачки на себя до уровень ответственности расти уровень зарплаты с этим расти то есть это очень часто сейчас практикуется вот поэтому не думайте что компании большие набирают исключительно мидлов мидл плюс там сеньоров нет жены тоже порой очень сильно нужны особенно вот еще раз говорю когда у сильных специалистов на проекте большое количество задач но эти задачи то есть у него градация идет этих задач у него есть сложные задачи а есть текучка и вот он один просто это не выводит и вот как раз на текучку берутся жены так что попробуйте я думаю что это очень хорошая история чтобы трудоустроиться на хороший проект с возможностью роста и постоянно работы бок о бок сильным специалистом так тут еще спрашивают популярный вопрос я уже но часто я на него отвечаю на обучение короче ребята то что от вас много чего хотят от джинов это нормальное желание любого директора он хочет одним человеком закрыть побольше вакансий дырок и задач вот поэтому это нормально учитывая что сейчас 1000 человек на одну вакансию и что пора уже снимать розовые очки если ты хочешь пробиться устроиться то естественно надо знать больше чем остальные надо уметь больше чем остальные и естественно чем ты больше знаешь и чем больше в интернете всяких ссылок от тебе на тебя то есть всякие социальные сети ты ведешь где-нибудь посты закинул и не просто в инстаграм одни одни те же квадратики закинул сразу и в контакте и на как его там яндекс дзен оттуда кто-нибудь придет и еще куда-нибудь одни и те же квадратики в разные социалки раскидал или stories тоже закидываешь вот это рилс и сразу и в youtube шорт и в инстаграм и в тик ток и везде 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 короче чем больше везде всякого разного про тебя и ведет к тебе тем больше у тебя шансов получить первый проект постоянными заказчиками обзавестись вот поэтому естественно нужно быть эгоистом в плане получения информация надо хотеть задать вопрос надо хотеть заканчивается время короче надо а ты сейчас можешь застать дима куда а дима уже отвалился а ты еще тут нет а ты сейчас можешь пересоздать если что а вон сверху написано еще девять минут есть да короче ребята вы должны задавать вопросы искать ответы они просто сидеть и грустить от того что кто-то знает больше чем вы или что заказчики хотят много от вас это нормальное явление вы бы поставили себя на место директора проект менеджера еще кого-то тамара директора естественно бы взяли человека который много умеет ему и может вам быть полезен поэтому естественно время такое что если вы хотите пробиться и чтобы у вас все начало получаться надо просто больше уметь а чтобы больше уметь для начала надо больше знать а чтобы больше знать надо задавать вопросы надо искать информацию надо не бояться спрашивать потому что не бывает глупых вопросов бы от вопросы которые не задали понимаете а сейчас во времена фигмы естественно 50 процентов успеха это собственно фигма автолаяута варианты компоненты и сетки свои прототипы анимированные то есть хардскиллы, которые всем нужны. Вам нужны как фрилансеру, чтобы вы больше воспевали. Чем больше воспеваете, тем вкуснее у вас ужин. И чтобы попасть в офис, то, естественно, это тоже всем нужно, потому что брать человека, который этим не пользуется, он зато делает креатив, но никто такого не захочет. Потому что, ну, с моей колокольни это не лечится. Вот. А взять человека, который технически подкован, но делает что-то скучненькое, то это временная история. Может, у него зарплата сейчас мотивировать его будет. Взяли его, не знаю, на 500 долларов. Будешь делать классные макеты, у тебя зарплата будет 1000. Ну, или там 800. Ну, как-то могут поднять на сколько. И все. У него мотивация, интерес и сразу настроение. И у него каждый макет будет круче предыдущего. А того второго не заставить будет. А заставлять человека тоже такое. Вот. Поэтому снимайте розовые очки и становитесь эгоистами в плане получения информации. Вы должны хотеть получить информацию. Смотрите, читайте, гуглите, открывайте. Ютуб. Сейчас уже, наверное, гуглить слово устарело. Сейчас уже ютубить надо. Гуглите в Ютубе контент. Такие дела. А по-другому сейчас никак. Время такое. Естественно, нейронки вас не заменят. Но вас заменит тот, кто знает и умеет больше, чем вы. Вот и все. Супер просто. А учитывая, что сейчас потыщу человек на вакансию, то, ребята, если вы будете просто сидеть и ждать успешного успеха, то не дождетесь. Я бы так еще сказал. Если будете ждать задачку какую-то по интерфейсам море погоды, лучше начать делать карточки для Валберис. И потихонечку перейти в более, так скажем, ранг дизайнерский. Такая сейчас популярная история. Карточки. Сейчас как не открою. Ютуб и еще что-то. Везде эти карточки, карточки, карточки. Мы же законодатели. Вы приложили руку. Я лично приложил руку к созданию новой профессии, по сути. Дизайнер карточек на ВБ. И сейчас на всех онлайн площадках меня просят прочитать лекции по поводу создания, как создать продающую карточку на Валберис. Поэтому в целом да, в этом кстати не то, что ничего и нет. Очень часто я раньше где-то несколько лет назад встречал мнение, когда сам всегда говорил, что баннеры это круто. Ребята, рисуйте баннеры. Потому что на вот этом пятачке маленьком вы можете отточить абсолютно все навыки, которые нужны дизайнеру. Это и сетки, и опять же композиция, и баланс, и контраст, и шрифты, типографика, графика, колористика. Члены так смотрели, типа баннеры, да ладно, баннеры, это скучно и так далее. И к чему мы сейчас пришли? Карточки для Marketplace. Здрасте, приехали. Так что вот такие дела. Карточки тема, потому что ну для тех, кто начинает, потому что проекты делаются быстро. Конечно. Это не магазин с адаптивами, который там две недели и куча правок, а тут сделал за вечер, получил у себя отзывы и заказчика, который к тебе еще вернется, вот, и фигму прокачал, и в портфолио, ничего, но закинул. Вот, естественно, вначале можно карточки закидывать, потом, когда сайты появятся, там уже поудаляешь все, все, все за что стыдно, а для начала и карточки можно. Да. Без портфолио ребят, но устроить на работу практически нет шансов, потому что очень большая конкуренция тех, у кого есть хотя бы что-то показать в портфолио, потому что одно дело, когда как относишься к портфолио, которое в ноушене, вот к тебе приходит дизайнер, у него, например, нету беханца, он тебе в ноушене. Очень-очень часто, очень часто в ноушене кидают, и мне это нравится, я считаю, что это очень хороший инструмент, то есть я одно время даже удивлялся, почему в ноушене, да, ну, то есть как бы это трендом стало, и в ноушене такое творят, что ты как бы переходишь, ты можешь, действительно, и вкладки там есть, и анимация есть, ребята даже делают приветственное видео в Луппе, по-моему, да, вот, то есть просто там пару слов о себе, я такой-то, такой-то, такая-то, такая-то, работаю так-то, так-то, какой-то, я понимаю, что дизайнер современный, да, есть дизайнер, который до сих пор почему-то кидают на Google Doc или на Яндекс Диск, это просто вообще за гранью, я такие работы стараюсь вообще даже не рассматривать, Биг Ханс и, соответственно, наушен, ну и Фигма, то есть как бы если работа в Фигме, если она там структурно, все там как бы выстроено, там я такой-то, такой-то, все, как бы, вот мои работы, пожалуйста, но в ноушене сейчас это прям тренд, я прям смотрю, многие оформляют и причем круто оформляют, то есть это интересно. Так, у нас осталось три минуты и все обрубится. Да, давайте тогда, я думаю, на этом закругляться, очень интересный фильм, мне кажется, получился, мы даже не ожидали, что вот будет по большей части оперативное устройство, но в целом, говорю просто, очень актуальная тема и есть ощущение, что она, ну, всегда будет актуальна, потому что, понятное дело, дизайнеры и учатся, и развиваются, чтобы деньги зарабатывать, это понятно. Главное, что профессия постоянно меняется и вот то, что речь зашла о карточках для маркетплейса, это очень наглядно, показательно, то мы там говорили про нейронки год назад, да, что они там заменят дизайнеров, а тут опять стало востребованная там специализация баннербейкера, да, по сути, но она, конечно, видоизменилась, она как бы модифицировалась, она вышла на новый уровень понимания того, что нужно бизнесу, опять же, как выделить продукт свой, да, среди, вот этого засилия, массива конкурентов, вот, но, опять же, суть-то осталась, поэтому в целом, Леша, спасибо тебе, рад тебя видеть, как всегда, мне кажется, очень здорово, вот, я думаю, что, наверное, просто надо почаще встречаться, чтобы какие-то актуальненькие темы освещать, и в целом, ребятам давать ценность, хорошую информацию, и всяческих тебе успехов на курсах, Олег, спасибо большое, забыли, забыли с нами, и, я думаю, увидимся. да, Дима, что пришел, как-нибудь обязательно еще проведем стрим, тут же, наверное, пятый или шестой, может, седьмой стрим наш Дима, и вам, ребята, спасибо, что зашли, посмотрели, послушали, вопросы, позадавали, все тогда, созвонимся, увидимся. Спасибо. Ага, давай. Пока-пока. Пока. Так, ребятки, вы еще со мной? Значит, вам спасибо, что пришли. У меня тут кнопочка модная теперь есть. Пока! Пока! Вот, значит, завтра я сегодня хотел вам ролик новый опубликовать, 17-ый, про вторая часть из трех, про... Про что там, я уже забыл, уже так много роликов лежит, про цвет, вот, их там три завтра, в общем, хотел сегодня, а потом вспомнил, что сегодня стрим, а два ролика в день, это как будто бы нехорошо, потому что, ну, в один день много, а потом долго ничего, поэтому завтра ролик, вернее, он уже опубликован, кто хочет, кто знает, ну, не на бусте, а вообще его уже теоретически можно даже найти, вот, ну, вообще до завтра чуть-чуть осталось, поэтому завтра опубликую, а завтра буду записывать 28-ой ролик, это вторая часть про стиля, как подключать библиотеку цветовую с бордерами, я хотел сначала сделать цвета и бордеры, а потом отдельно третий ролик про эффекты, но подумал, нафига тянуть, это плюс неделя, это плюс лишний ролик, в котором и так все будет похоже, поэтому я все соберу в один ролик, будет ролик библиотека сеток, а второй ролик про цвета и эффекты, вот, это будет завтра, а потом все уже, погнали в самое интересное, компоненты, чтобы начать компоненты, надо записать ролик про привязки, так что 29-й будет про привязки, 30-й будет про компоненты, будет общий, 31-й будет как свапать иконки, по нормальному, по фэншую, чтобы вас в офисе на руках носили, 32-й, наверное, тоже будет что-нибудь про компоненты, а потом уже погнали, свойства компонентов, ну, короче, все самое интересное, про автолаяутов, будет много всякого разного, интересного, и будет очень много роликов про прототипы, как всякое разное, делать с прототипами, с переменными, так что не переключайтесь, вот такие дела, а кто-то спрашивал, часто спрашивали, сколько всего роликов будет, не знаю, ну штук 50, наверное, может 60, не знаю, все, ладно, ребятки, спасибо, что пришли, посмотрели, пока, все, пошел я, обнял, приподнял, покружил, пока, а это я был без вебки сейчас, это я без камеры сейчас был, все вам рассказывал, ну ладно, ну и ладно, все, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...